Всем привет! Мы сегодня снова в прямом эфире с вами. Сегодня мы пробуем экспериментировать со временем. И сегодня у нас эфир будет утренний. Обычно мы делаем это в 6 вечера, а сегодня мы пригласили Евгения Мирошниченко к нам в 11 утра посмотреть, как у нас пойдет утром на свежую голову. Мы понимаем, что многие из вас работают, поэтому мы будем делать разные опции. С другой стороны, 6 вечера – это время, когда как раз семья освобождается и хочется уделить время семье, поэтому мы решили попробовать разные опции. Хочу сказать, пока мы ждем, пока народ подключается, пока мы ждем Женю, я хочу рассказать вам о том, как будет вообще организован наш фестиваль дальше. История такая, что Facebook ограничивает время события. И поскольку мы начали почти две недели назад и провели для вас уже 7 эфиров, Facebook говорит нам, что хватит, ребята, пора заканчивать. И мы никак не можем отрегулировать это, отредактировать даты, продлить события. Поэтому в конце этой недели у нас состоится переезд. Мы будем переезжать из одного события в другое. Будьте, пожалуйста, внимательны к нашим постам. Помогите друзьям тоже переехать вместе с нами, потому что на следующие две недели у нас расписана уже прекрасная программа, хотя в ней есть еще некоторая неопределенность и места, в которых могут появиться те спикеры, которых вы хотите увидеть. И самое интересное, мы уже зная даже, кого мы приглашаем, мы хотели бы услышать, о чем вы хотите теперь говорить. Потому что было сказано много общего, было много сказано о таких уже частных деталях. Например, вчера был прекрасный эфир про чтение, сегодня будет эфир про проектный лагерь, был эфир про принятие решений в социократическом кругу. Хочется знать, какие еще тонкости, детали, касающиеся альтернативного образования, вам интересны. Поэтому, пожалуйста, под любым постом, под нашим событием, в личных сообщениях событий, в обсуждении, вы можете везде писать, но у нас есть даже выделенный пост, где мы вам предлагаем задать ваши вопросы, чтобы дальше мы уже попросили спикеров на эти вопросы ответить. Я приведу пример, чтобы было яснее. Есть, например, несколько вопросов под эфирами возникало о контроле. И спикеры тоже бывают разные, и контроль – это тоже штука очень личная. То есть в каждой школе, в каждой семье это все организовано по-своему. И уровень этого контроля, и его формы отличаются. И вот когда задавали вопросы о контроле Якову Хефту, у него был, как у истинного демократа, единственный ответ – не надо контролировать. Но на самом деле есть и другие варианты. То есть, например, есть не полностью демократические школы, есть семьи, в которых контроль осуществляется, но это настолько по любви и настолько увеличивает эффективность, что это всем подходит, и детям, и взрослым. И, например, этот вопрос мы могли бы адресовать тем, если для вас ответ «совсем отпустить контроль» никак не подходит, окей, есть другие опции. И альтернатива в образовании – это в первую очередь разность. То есть вы будете видеть множество путей. И, наверное, этот вопрос мы сегодня, может быть, и с Евгением обсудим. Посмотрим, как будет проходить эфир, посмотрим, будет ли это уместно. Важно, мы хотели бы ответить теперь на запрос наших слушателей, наших зрителей. И очень предлагаем вам по максимуму эти вопросы задавать, формулировать, что вам действительно интересно сейчас услышать, сосредоточиться на своих запросах внутренних и сформулировать их. И мы найдем экспертов, которые будут вам полезны и нам наверняка будут интересны. Сейчас я скажу несколько слов о Евгении Мирошниченко, который присоединится к нам буквально через две минуты. Мы же странный фестиваль, который старается начинать вовремя свои эфиры. Я уже здесь. О, Евгений уже здесь. Прекрасно. Евгений с нами. Я хочу сказать, что это потрясающий активист альтернативного образования, автор замечательного лагеря, о котором, ну вот как Тесен Мир, да, я слышала от нескольких своих друзей об этом удивительном лагере и все хотела узнать побольше. И потом нас судьба свела на организации проекта Международной демократической конференции. И я только потом узнала, что это и есть автор того лагеря, о котором мне так много рассказывали. Но лагерь – это далеко не единственная история в альтернативном образовании от Жени. Сейчас запускается Мира школа. Уже это готовый проект, который будет, очевидно, ярким и изменит ландшафт альтернативного образования Украины. Но важно еще, мне кажется, что Женя делится вообще своим пониманием какого-то вот образования будущего. То есть я вам сейчас представлю Женю в первую очередь как такого философа образования, который задумывается о том, как должно выглядеть это все через сколько-то лет и как сделать так, чтобы сейчас мы приближались к этой модели максимально. Я не наврала, Жень? Ну, философ – это очень глубоко. Я думаю, ближе инженер или конструктор. Инженер, хорошо. Инженер-конструктор новой формы образования Евгения Мирошниченко. И как раз у нас самое время начинать эфир, поэтому сейчас уже Женя сам о себе расскажет и расскажет о том, что он сегодня для нас подготовил. Доброе всем утром. Желаю всем добра и здоровья. И хочу поделиться нашим опытом, который мы получили вот в самые первые дни карантина, о том, как организовывать онлайн-лагерь, по сути дела. Дело в том, что у нас есть лагерь, которому в этом году исполняется уже 12 лет, и это лагерь «Снимаем кино» Мукэмп. Это проектный лагерь, основная технология. Дети собираются в съемочные команды, придумывают сценарий, придумывают замысел фильма, разрабатывают раскадровку, распределяют роли. Кто-то режиссер, кто-то актер, кто-то звукооператор и снимают этот фильм и полностью его монтируют. Жень, можно я буду вклиниваться иногда? Большая часть нашей аудитории – это родители. И когда, может, они сейчас услышат, что речь пойдет об организации лагеря, дорогие родители, вы поймите, что многое из того, что сейчас будет произнесено, можно применить и в формате семьи, и дружеской компании. То есть это не обязательно быть организатором лагерей, для того, чтобы вам было интересно то, что сейчас будет происходить. Правильно я понимаю, да, что мы сможем это адаптировать под наши текущие реалии и понять, каким проектом имеет смысл присоединиться? На самом деле я хочу рассказать о том, как организовывать социализацию, общение детей онлайн. Чего вообще хотят дети сейчас? Какие проблемы у них стоят? То, что мы увидели в процессе нашего лагеря, который мы преподавали, тот опыт, который мы собрали, и как его можно дальше транслировать. То есть это может быть полезно не только организаторам лагерей или организаторам школ, поскольку мы будем говорить про дистанционное обучение, что происходит с детьми на дистанции. Ну и родителям, чтобы лучше понимать, что такое карантин-стресс, как с ним справляться и как вообще организовывать взаимодействие со своими детьми. Какие есть вообще варианты у нас в ситуации, когда выбор очень сильно ограничен. Вот об этом хотелось бы поговорить. Но я хочу рассказать как раз про историю. Начнем с того, что детям очень нужно общение. И любой лагерь – это прежде всего очень много общения. Если мы посмотрим, зачем дети ходят в школу, то чаще всего мотив – это общаться с другими, общаться со сверстниками, делать какие-то интересные дела. И главная проблема, с которой сейчас сталкиваются дети, это с тем, что общение полностью оборвано. Ну то есть существуют какие-то осколки общения, но несмотря на то, что дети на карантине, школа, тем не менее, занимает их жизни очень много. И вот были каникулы. Никто не заметил, что это были каникулы, поскольку дети находились дома, и не было такого переключения. И мы постарались создать такое переключение, создать онлайн-лагерь. При этом я понимаю, что это первый эксперимент. То есть до этого никто не делал, поскольку не было такой задачи, не было такой потребности. То есть создавать такую большую площадку для общения и взаимодействия детей. Поскольку и у родителей есть сейчас определенные вопросы к тому, что ребенок очень много находится возле экрана и очень много времени тратится возле экрана, посвящается этому. То есть как оторвать ребенка от экрана, как все-таки возвращать его в обычную жизнь. Я хочу продемонстрировать экран. Презентацию, которую мы подготовили. Видна, да она? Да, да, видно. Отлично. Значит, мы подготовили замечательные весенние каникулы, которые, к сожалению, не состоялись. То есть с 22 по 28 марта должны были пройти эти каникулы. И где-то 15 числа стало понятно, что они не будут происходить. И мы загрустили. А потом подумали, собрались командой, подумали, а что нам мешает провести все-таки эти каникулы в онлайне. Сейчас. Да, наверное, придется не в полноэкранном режиме показывать, потому что тебе будет в зуме сложно переключаться. Ага, понятно. Проблемы в зуме. Но надо сказать, вы очень быстро сориентировались. То есть если вы 15 числа узнали, то 22 вы уже запустились. Я правильно поняла, что у вас была буквально неделя на подготовку? Да, да, даже меньше недели. То есть мы собрались и начали думать, как это может, что мы вообще можем предложить и как это может быть. И сама эта деятельность, когда собралась команда дистанционно, каждый в своем доме, то есть мы собрались на площадке. По сути дела, мы проживали вот этот лагерь, создание чего-то нового. Ну, у вас как раз и была проектная работа, да? То есть вы с командой собрались вокруг чего-то нового. То есть вы проиграли для себя то, что вы собирались предлагать детям, правильно? Да, только если обычно в лагере мы снимаем кино, то здесь было придумываем лагерь, да? И это была такая увлекательная работа. То есть неделя промелькнула. Мы даже не заметили, что это карантин, что самоограничение, оставайся дома. То есть это была такая очень интересная напряженная работа. И в первую очередь нам надо было понять, какие инструменты помогут нам провести такую работу. То есть что мы хотим от лагеря, как его спроектировать. Ну, это фильмы, которые детки снимают у нас в лагере. Это команда наших мастеров. То есть у нас достаточно большая команда профессиональных тьютеров, которые умеют работать с детьми. Это дало возможность нам создать в короткий срок вот этот лагерь. Что такое вообще, какая суть проектного лагеря? Есть некоторая командная деятельность, интересные дела, вокруг которых выстраивается общение. То есть это дружба вокруг деятельности, по большому счету. Вот. И хороший лагерь, это тот лагерь, в котором есть много общения и много движения, как физического движения, так и душевного. И там, конечно, есть разные слои деятельности, разные подходы. То есть есть продуктивная деятельность, когда мы создаем какой-то продукт. Есть развлекательная, когда мы вместе просто отдыхаем, тусим, что-то делаем вместе, что нам интересно вместе. Есть образовательная, когда мы познаем. На самом деле образование невозможно остановить. То есть дети в любой ситуации, они все равно впитывают, они все равно учатся. Поэтому то, что даже сейчас происходит с детьми, это такой процесс другого образования и нового образования. И нам надо подумать, как это можно сделать. То есть просто предложить новые формы, которые помогут это образование осуществлять. Это, наверное, важная мысль для нас, для всех, что образование происходит, независимо от наличия даже онлайн или оффлайн уроков каких-либо. Важно, что любая деятельность, особенно проектная, особенно в какой-то команде вокруг какого-то дела, она всяко является образованием. И это поможет многим родителям немножко расслабиться и понять, что все идет своим чередом, и образование происходит вот сейчас. Все равно происходит. Причем есть направленная деятельность, у которых есть четкая цель, и есть ненаправленная деятельность. Вот чаще всего мы думаем, что в школе происходит такая направленная деятельность, ребенок вот учит предметы, и это хорошо. Ненаправленная деятельность – это чаще всего игра, когда ребенок следует за своим интересом, за своим импульсом, когда просто вот собирается группка ватага такая, то есть мы придумаем, что мы можем делать, и начинаем этим заниматься. Это становится интересно. И на мой взгляд, вот в этой ненаправленной деятельности гораздо больше ценного материала образовательного для ребенка, то есть он может попробовать разные роли, он может попробовать разные деятельности, он может… Вот чем отличается игра от работы? Игру можно свободно остановить, то есть ее можно покинуть, ты можешь по своему выбору сделать, а работу ты не можешь остановить, потому что у тебя есть цель, поставленная кем-то, и ты должен ее выполнить. И в этом смысле лагеря, вот проектные, они обладают очень мощным таким образовательным потенциалом, и они очень похожи по своему устройству на демократическую школу. То есть там, где дети самостоятельно могут влиять на то, что происходит, на выбирать те деятельности, которые интересны, объединяться по этим интересам, свободно сами выбирать, как объединяться и что делать. И роль взрослого – это быть рядом, помогать в ситуациях, когда не хватает ресурсов каких-то, и быть таким стабилизатором, поскольку вносить взрослую энергию, поскольку дети не всегда умеют договариваться и решать конфликты, которые возникнут. Можно, Женя, я задам сразу вопросы? Если ты сейчас не активно работаешь с презентацией, может, ты вернешь себя большого на экран, чтобы мы тебя видели лучше. Я хотела задать вопрос, вот ты упомянул о том, что игра – это то, что мы можем покинуть, а работа – это то, что мы не можем покинуть по своей воле, потому что у нас есть кем-то поставленная задача. Вот это болезненный вопрос для многих родителей, которые вовлекают детей в проекты, что в какой-то момент, то есть дети загораются, потом на каком-то этапе им становится неинтересно, и дальше родитель служит неким мотиватором, там, за ухо тащатором и так далее. То есть дать ребенку выйти из деятельности, выйти из проекта. Да, вот можно ли, как тут соблюсти свой интерес, как соблюсти интерес команды? Если это, например, постановка спектакля или съемка фильма, деятельность, которая тебе знакома, как вы поступаете с тем, что ребенок, вовлеченный в проект, который взял на себя некие обязательства в этом проекте, вот он не хочет больше этого делать, и поскольку лагерь демократический, то можно как бы выйти из проекта, а как же остальные? Ну, это самый сложный вопрос, то есть когда следовать за ребенком, когда настаивать на том, чтобы он двигался, то есть используются, ну, есть определенные рычаги, и вот команда, группа, это хороший такой рычаг, то есть когда ты включаешься в какую-то деятельность и берешь на себя роль, тебе уже труднее выключиться из этого. И зачастую родители не являются такими авторитетами детям, но при этом там люди, которые там тренер, преподаватель, являются таким авторитетом, то есть он может помогать ребенку оставаться в деятельности, дожимать его до определенных результатов. И в этом смысле очень важно, чтобы, ну, с одной стороны нам удержать как можно дольше ребенка в той деятельности, которую он находит, помочь ему там удержаться, с другой стороны не передавить, да, то есть вот как некоторые родители купили пианино, теперь ты будешь заниматься на этом пианино. Да, а сама детская команда, то есть я представляю себе детский коллектив, я вижу, как полезненно и очень агрессивно может отреагировать детский коллектив на желание человека выйти из команды, хотя он взял на себя обязательства. Вмешиваются ли взрослые в эту ситуацию или дают ребенку встретиться с последствиями своих действий? Обязательно взрослые взрослые вмешиваются, взрослые являются таком островком стабильности, безопасности для детей. Он взрослый всегда может держать общую рамку, то есть держать в фокусе внимания каждого, да, то есть и балансировать разными интересами. У взрослых, ну, в силу зрелости, да, то есть в силу того, что мы взрослые, да, то есть много видели, в силу того, что даже префронтальная кора у нас уже зрелая, да, то есть мы можем удерживать сразу несколько противоположных мыслей конфликтных, да, а ребенок видит мир либо так, либо так, то есть им сложно вот увидеть все пространство выбора. А ты не видишь конфликта в том, что ребенок, выходя из дела, подводит команду и не встречается с, ну, честными последствиями своего выбора, то есть честные последствия будут заключаться в том, что команда отвернется от него, ну, в жизни так произойдет, если ты взрослый человек, так поступает, команда не принимает, это с любовью. Реальный опыт работы в команде показывает, что дети готовы, очень терпеливые, готовы оказывать много поддержки. Это прям классные новости. Для них вот эта ценность, ценность сформирована, да, то есть совместности, да, то есть зачем мы здесь собрались, то там происходит очень много поддержки, и нужно очень сильно постараться, чтобы тебя вытолкнули с команды, ну, это как бы, у нас практически не было таких ситуаций. Да-да, я говорю не о том, чтобы вытолкнули, а о том, что когда я ухожу, да, ушли в частности. Сейчас мы возвращаемся, да, да, мы, нет, не в частности, но мы возвращаемся к онлайн-ситуации, то есть к оффлайн, вернее, ну, то есть как в жизни происходит обычно там команда. А я хочу рассказать о том, как все-таки в онлайне, то есть там опыт, очень много такого, ну, интересного, всплылок. Интересного опыта, правильно? Да, да. Вот. Перед нами стала задача, мы когда начали планировать лагерь, мы подумали, что, ну, принципиально он должен быть бесплатный, ну, потому что непонятно его результаты, и люди сейчас, ну, не готовы, как бы, экспериментировать с новыми какими-то форматами, с новыми продуктами, поэтому мы пошли на то, что, и для нас это было интересно, то есть это как вызов, и социальный наш такой, наш вклад, да, исследовать непознанно, да, то есть поскольку никто не знает, как учиться в онлайне. Мы никогда так не учились, даже те люди, которые сталкивались с дистанционным обучением, это был другой формат, ты мог отказаться от него, сейчас ты не можешь отказаться, это твоя работа. Вот. А мы постарались сконструировать пространство, где не было бы работы, где не было бы принуждения, а было бы такая, свободные выборы, то есть студии свободные, куда ты можешь пойти и зацепить за счет того, что предоставить много разных выборов, то есть зацепить максимальное количество детей именно на то, что происходит на студии, на вот эту совместную деятельность. И первый вопрос, который у нас стал, это, собственно говоря, а как же нам спроектировать, то есть мы спроектировать деятельность. Мы понимали, что у нас будет 200-300 детей, мы можем набрать. Вот. И нам нужно где-то сделать общий сбор, где все эти 200 человек могут встретиться, и как выстроить с ними коммуникацию. Второй шаг, мы понимали, что работать с такой аудиторией 200-300 можно только в режиме монолога, да, то есть в режиме мастер-класса, вот. И, ну, мы не хотели этого, мы хотели, чтобы там все-таки было больше общения. Поэтому мы решили, что разделим на отдельные группы по 12-16 человек, на такие студии, да, то есть каждый ребенок выбирает ту студию, которая ему интересна. И следующий шаг, внутри студии нужно организовать еще общение в двойках, в тройках, в малых группах, потому что все одновременно, 12 человек, если будут говорить, ничего не получается, да, то есть отждать круг, пока каждый выскажется, это очень долго. И вот в связи с этим возникла такая как бы проектная задача, да, то есть нам нужно место, где можно собрать 200 человек, потом разделить их на группы, а потом создать еще такие комнаты, где каждый может пообщаться. И мы посмотрели много, вот в том числе и Zoom смотрели, то есть разные платформы. Но лучше всего для этого подошла платформа Дискорд. Это интересная такая платформа, там общаются геймеры. Дискорд известная штука, да. Ты пользовалась им, да? Ну, у меня есть в ближайшем окружении некоторые прекрасные геймеры. Люди, которые пользуются, да, да. По сути дела, это подсказали именно дети, они сказали, а что вы мучаетесь, возьмите Дискорд, и мы там встретимся, то есть это то, что подходит. Ты видишь, здесь такой непритязательный достаточно дизайн, ну, то есть такой мрачноватый. Вот. И в нем достаточно сложно разобраться попервой. И поэтому, ну, с этим было связано сложности, когда мы, ну, включали новых детей, да, то есть не все были знакомы с этим. Вот. И поэтому первая задача была освоить самим этот Дискорд. И это в течение трех дней мы активно в нем там пробовали, испытывали. Вот. И понять, какие вообще есть инструменты для того, чтобы общаться с детьми и общать их между собой. Вот. И это было очень увлекательное приключение, да, такое. В процессе мы поняли, что само наше общение дистанционное, оно потребует, то есть мы несколько раз входили в такой клинч, да, то есть в процессе обсуждения, несмотря на то, что мы очень хорошо, ну, мы специалисты по тому, как организовать обсуждение, но оказывается, что онлайн динамика обсуждения принципиально отличается от того, когда мы встречаемся лицом к лицу, да, и время растягивается, мы не успеваем выслушивать, то есть кто-то начинает уходить в сторону, поэтому нам пришлось по ходу разрабатывать такие инструменты, которые показали бы нам, как это сделать. Вот здесь я хотел познакомить правила онлайн-встречи. Я не знаю, видно это или нет, наверное, видно. Видно, но я думаю, нужно озвучить все-таки как-то частично. Да? Сейчас. Значит, первое правило, что нужно три важных роли. Первое, это должен обязательно быть модератор встречи, то есть человек, который ведет группу к результату, и результат должен быть определен. Должен быть секретарь, который записывает все, и тут же на экране это появляется, то есть мы должны как бы зрительно оцепляться за то, за то, что мы видим. И обязательно должен быть таймкипер, который говорит, ребята, время, время, время. То есть все время необходимо структурировать. Можно я еще дополню, мы вот когда говорили о социократическом круге, там была еще такая классная роль у таймкипера, он мог говорить человеку, ты повторяешь, то есть чтобы в обсуждении звучало только новое, а не, ну, когда человек хочет согласиться с мнением другого, он тратит время на то, чтобы повторить его слова. И это очень сильно делает обсуждение вязким. Вот столкнулись с этим, как-то регулировали? Это очень рыхлый процесс, на самом деле, его надо действительно модерировать, а это ставится, вот то, что мы для себя нашли, обсуждение, которое на час, то есть может длиться два часа, три часа, и мы даже не замечаем, то есть онлайн не замечаешь вот этого, провал времени, там время течет по-другому. Вот, и поэтому мы для себя определили, что мы всегда создаем дефицит времени, то есть мы берем ровно час, и вот в час необходимо выполнить, то есть мы искусственно создаем вот это давление, то есть движение к цели. Я уже вижу отзыв от зрителей о том, что это очень интересно сейчас вот эти правила. Скажи, пожалуйста, можем ли мы попросить тебя выложить презентацию в общий доступ после эфира? Друзья, презентация будет доступна в комментариях после эфира, вы сможете подробнее прочитать правила онлайн-стрич, которые выработал Му Кэмп и команда Жени. Спасибо, это отличный подарок. А сколько у нас есть зрителей? О, сейчас я... 23 человека смотрят нас онлайн сейчас. В Зуме они находятся? И у нас даже есть первые вопросы. Они находятся не в Зуме, они находятся в Фейсбуке. То есть наш эфир сейчас транслируется на Фейсбук, и я буду зачитывать тебе вопросы. Если ты готов, то тут есть первый. Или ты захочешь... Давай для вопросов... Оставим время. Хорошо, мои кнешь. В чем особенность вот такого онлайн-обсуждения? В том, что когда мы начинаем говорить о задачах, о проблемах, мы очень быстро погружаемся в эти задачи. И такое впечатление каждый раз в обсуждении, что... Одни проблемы кругом, да. Одни проблемы, да. И поэтому мы для себя приняли правила хорошие новости. То есть как только мы встречаемся, каждый делится, рассказывает, чем порадоваться. А что у меня сегодня было? А что меня восхитило? То есть буквально вот такие эмоциональные зажигания, да. То есть это сразу поднимает эмоциональный ток. И очень важно фиксироваться на достижениях. Что мы уже достигли? Что у нас получилось? Потому что количество задач, оно бесконечно. Ну вот когда ты работаешь в онлайне, то есть и все время там можно проводить. Вот. И очень четко структурированное обсуждение с обязательным выходом на планы действия. То есть вот то, что делает модератор, он постоянно выталкивает человека. То есть в чем ты видишь проблему, какие ты видишь решения, что лично ты должен сделать в следующий шаг. И это все сразу записывается, фиксируется. Таким образом материализация происходит. То есть мы компенсируем нашу разомгнутость в пространстве тем, что мы сильно материализуем мысли. На экране. Да, да. В зуме очень хорошо это есть. То есть это есть возможность сразу как бы привязываться к этому. И очень важно договоренности в конце фиксируются. То есть каждый воспроизводит, что я буду делать в следующий раз, потому что упущение информации в онлайне достаточно много рассыпается. Поэтому вот эти точки сборки, они в обсуждении, во встрече должны быть постоянно как бы возникать. то есть постоянное подытоживание происходит. Вот. Супер. Вот это суперполезный экран. И я уверена, что сейчас многим, кто работает с детьми, работает вообще в принципе в командах онлайн, это будет очень полезно, как это все вы четко выжили из этого воду и дали схему онлайн-встречи, которая может быть эффективной. Это прям супер. Спасибо. Но эту же проблему мы поняли, что она такая же будет и в лагере. Поэтому мы создали очень четкие расписания, такая, точки сборки, то есть места встречи, которые позволяют собирать детей и такие эмоциональные всплески. Один из таких всплесков это совместная зарядка. То есть мы подключали джаз-дэнс и танцевали. При этом YouTube у нас несколько раз, то есть YouTube вообще в этом смысле очень непредсказуемая программа, она постоянно блокировала какие-то наши стримы. А стрим в дискорде не всегда поддерживал это. но мы обходили с тем, что мы рассылали ссылку на джаз-дэнс. И все дети включались, и мы танцевали. Там было очень важно, чтобы было много эмоциональной зажигательности, потому что через экран надо пробиться еще где-то. Я скажу, что мы тоже столкнулись с тем, что ты говорила, о том, что любые прямые эфиры и вообще попытка раздать на большое количество людей то, что использует саундтрек с авторскими правами, она блокируется YouTube, Facebook и так далее. То есть если у вас встреча в Zoom, пожалуйста, раздавайте любой контент. Как только вы пробуете раздать это через Facebook или YouTube, будет блокировка. Поэтому кто организует подобные вещи, учитывайте это. Спасибо, Жень, еще один лайфхак. Это просто через как сын ошибок трудных. То есть через этот опыт ты пробиваешь и понимаешь. Но что нам еще помогало, важный такой элемент, это мы когда проектировали лагерь, сама работа подготовительная, она многие вещи предварила. И мы каждый вечер встречались и делали такую рефлексию по дню. То есть то, что достиг, то есть менялись. Это была такая короткая вспышка, такой шеринг. То есть каждый говорил о том, что достиг. И в этом возникает очень много поддержки. На самом деле там было много энергии в процессе подготовки. И мы поняли, что для детей это тоже будет так же ценно, так же насыщающе, вдохновляюще, как и для нас. И поэтому сам лагерь, механика лагеря построена таким образом, чтобы есть утренняя встреча, общая, есть общая игра, но она так по-разному проходила, скажем так. Лагерь длился пять дней, поэтому опыт был достаточно разный. И потом происходила встреча в студии. Когда в студии дети встречались, первая, там была такая процедура быстрого знакомства, когда каждый мог проявиться, сбор таких ожиданий, и потом движение уже мастер студии вел эту студию по своему маршруту, скажем так. Студия длилась где-то около часа, и после этого был промежуток времени, когда дети... Можно я задам связь? Да, да, рвется связь у тебя. Задавай. Да, немножко рвется связь, да. Тоже вопрос такой. Расписание очень плотное. Не утомлялись ребята, когда проседало. у меня есть просто предположение, может быть, просто было too much, может, им нужно было почувствовать необходимость в этом в какой-то момент, или так и осталось плотное расписание все пять дней? Нет, расписание менялось, и мы пришли к тому, что количество такого монологового части, оно должно принципиально сокращаться, чтобы создавать больше диалога, больше взаимодействия, больше общения внутри самой группы, внутри студии и парного общения. Я дальше расскажу про мотивацию, систему мотивации, как мы подбирали то, чтобы мотивировать детей правильно. Что касается общения, вот я хотел, мы использовали несколько вариантов общения. Первое, мы сняли видеоинструкции, которые подробно рассказывали о том, вот это Вика, это Лена, девчонки вместе живут, поэтому они вместе вели, Вика была ведущим мастером нашего лагеря и полностью как бы задавала тон, эмоциональный тон всей вот этой работы. И первое, что мы сделали, мы сняли видеоинструкции, в которых четко рассказывалось, что и как делать. И то эти видеоинструкции всего записалось в лагерь 280 человек, но реально зашли в Discord только 180, где-то 100 человек по пути потерялись. Ну вот, это очевидно либо сложность какая-то, либо недостаток мотивации. Мы сейчас делаем опрос детей и родителей, что же там происходило. Вот. Мы выбирали, вначале мы использовали стрим на YouTube, но оказалось, что YouTube обладает своей спецификой, поэтому мы делали трансляцию картинки непосредственно с Discord и рассылали, то есть некоторые студии и некоторые как бы общие процессы, которые для всего лагеря, они были подготовлены заранее, мы просто рассылали ссылку на видео, и дети могли самостоятельно проводить видео. Очень много было опросов, постоянно вовлекали детей в работу, вот, было такое, разработан правило светофора, то есть есть красный свет, когда говорит только один, мастер может говорить, например, есть желтый свет, когда можно говорить, несколько человек участвуют в беседе, просто включаются микрофоны, они начинают беседовать, и зеленый свет, это когда каждый с каждым может говорить, и дети могут договариваться, дети очень быстро договаривались, уходили в комнаты специально созданные, где проходила такая вот работа в малых группах, и очень хорошо помогала переписка личная, то есть мастер видел каждого ребенка, то есть мог лично написать ему какое-то сообщение, ребенок мог лично общаться с мастером, таким образом и включить можно было микрофоны лично, таким образом вот этот недостаток общения компенсировался, и нам удалось создать ситуацию, когда каждый общался с каждым достаточно легко, мы не чувствовали границы. Вначале мы ввели правила в лагере, правила были вот так красиво все оформлены, например, там был целый обучающий ролик по обратной связи, как ты можешь общаться, то есть что принимается, что не принимается в лагере, то есть важные такие элементы это уважение, активность, продуктивность, принцип хорошо и дружба, то есть вот это то, о чем ты спрашивала, то есть как дети друг к другу относятся, когда мы изначально создаем платформу и говорим мы вот так, то есть они в эту игру легко включаются, и на самом деле дети оказывали очень много поддержки, если кто-то с чем-то не разбирался, тут же более продвинутые пользователи говорили, я сейчас тебе подключусь, то есть индивидуально уже возникали такие подмастерия, то есть мастер это человек, который ввел студию, ну тьютер по сути дела, и были подмастерия, помощники, которые быстро решали проблемы, которые возникали в процессе, и мы использовали принцип свободных студий, мы исходили из того, в первую очередь, что нам было интересно, чем хотелось поделиться, ну и в процессе самого каждый день студии менялись, мы сегодня планировали на завтра, вечером мы собирали обратную связь от детей и спрашивали, что вы хотите, какую студию вы бы хотели посетить, и на следующий день эти студии появлялись. Самые популярные студии это были видеомейкинг, ну понятно, то есть ты как бы снимаешь видео, тут же можешь им поделиться, тикток, это просто была бомба, если вы еще не в тиктоке, туда надо идти и смотреть, потому что все дети уже в тиктоке, и это такой новый тренд самовыражения, общения, мемы, которые там возникают, то есть это целое подпольное движение для нас, для взрослых, в котором происходит... Ты понимаешь, что у большинства взрослых на тикток аллергия уже, есть прям многие родители, которые, когда слышат слова тикток, у них прям начинается тикток, тиктоке, 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 возможно, но это язык, на котором говорят наши дети, они говорят, это такой пласт культуры, который уже есть, он существует, расслабь нас, скажи, что это субкультура, которая на самом деле не выедает, никакие нейронные связи не разрушает, ничего не выедает, если вы помните наши родители, как они воспринимали мобильные телефоны, или интернет, когда почту, Аську, вспомните, как это было, враждебно настроено воспринималось, тем не менее, это все прошло. Жень, можно я все-таки несколько вопросов задам по ходу, потому что я боюсь, что они потеряют свою актуальность, вот тут есть просто, ну и как бы твои слушатели хотят, чтобы чувствовать взаимодействие, наверное, потому что иначе можно было просто посмотреть YouTube, поэтому я все-таки буду вклиниваться. Вопрос такой, ты, вот, ну, Кэмп, это лагерь для подростков, а школу, Мира школу, ты открываешь для младшей школы, почему ты принял такое решение? Две причины, даже сейчас младшие, младшие школьники, это самая страдающая часть населения, школьников, скажем так, потому что для старших учителя просто дают домашнее задание и хочешь, не хочешь выполнять. А если у ребенка проблемы с чтением, проблемы со счетом, то есть, и это нужно вот такая индивидуальная работа, и, то есть, и заданий таких нет, да, то есть, ему нужно взаимодействие, он может удерживаться внимание, там, 15-20 минут, а в экран он может вообще 5 минут только смотреть на учителя, и потом внимание теряется. То есть, это самый сложный, сложный жанр, с одной стороны, но с другой стороны, это самый благодарный жанр, потому что именно в этом возрасте в младшей школе закладываются все основные навыки, то есть, навык чтения, письма, мышления, счета, взаимодействия, да, и дети очень, они приходят в первый класс такие, а, дайте нам знаний, ну, то есть, восторженные, да, то есть, они такие, они ко всему готовы, они очень творческие, и если не убивать это в младшей школе, ну, если не деформировать ребенка, то эта энергия познания, она очень сильно выстреливает и ведет его по жизни, поэтому я считаю, такую базу, да, основу создать, с помощью которой потом дети могут идти в любые школы после... Да, мир школы, да, технология персонального обучения, где каждый ребенок может выбирать свой маршрут, свой темп, свой учебник, да, то есть, у каждого свое, это такая очень индивидуальная настройка, поэтому, если нам удастся в младшей школе, а нам удастся в младшей школе это настроить, да, то дальше эти дети, в принципе, после пятого класса он уже не нуждается в учителях, не нуждается в школе, то есть, он свободно может переходить в режим самоучения и спокойно двигаться вперед, и мы сейчас видим, что вот такая трагедия, которая происходит, да, когда дети не могут посещать школы, когда, ну, все закрыты в одних местах, то есть, в принципе, те дети, которые умеют самостоятельно учиться, они не страдают от этого, они быстро включаются, им просто не хватает общения, ну, и для общения мы создали этот лагерь, собственно, мирошкола, это для самоучения, а это для... Лагерь – это для клевой тусы качественной. Вопрос такой. Евгений, дайте идеи, как общаться детям, родственникам между собой. Темы и вопросы. Все превращается в опыты над телефонами и кривляния рожиц. Ну, вот мама, родитель просит идей, которые можно подкинуть детям, вокруг чего может быть какой-то проект, можно сказать, совместная работа, вокруг чего они могут объединиться как-то конструктивно. Окей, переходим тогда к студиям. К идеям. Тут как раз про студии тогда еще просили как раз детальнее, как организована сама студия, то есть видно, что 30 минут идет инпут, а далее какие-то индивидуальные, индивидуальные, чем групповая работа. Менялись ли студии каждый день или просто разные темы в тех же студиях? То есть как-то чуть больше, подробнее про студии. Менялись. Есть студии популярные, то есть мы как бы запустили в первый день шесть студий и посмотрели, как они заходят. То есть есть студии популярные, которые притягивают, притягивают, то есть есть студии, которые менее притягивают. Например, мы попробовали со студией Майнкрафт. То есть вы знаете, что такое Майнкрафт. Конечно. Да, да. Оказалось, что сначала многие дети туда ринулись и мы задали такую строим школу мечты. То есть они организовали такие строительные группы и начали выстраивать. Вы видите здесь как бы пространство. Но оказалось, что там нужно очень много поддержки, что люди, как бы продвинутые дети, они очень быстро разбирались, двигались вперед. А другим нужна была вот эта помощь, поддержка, разъяснение. И не все дети работали там в режиме сотрудничества. Мы вам сейчас поможем. Там внутри началась своя конкуренция. Кто-то заходил, начал вредить там какие-то строительные блоки, воровать. Ну, это динамика. Оно так и должно было происходить. Потом на рефлексите мы все это разбирали, радовались, смотрели. Ну, то есть это жизнь такая. Мы не можем сказать, что все, а теперь строим школу и все начинают ее строить. Обязательно найдутся люди, Спасибо тебе за то, что ты не делаешь картинку идеальной и рассказываешь честно, что кто-то там ворвал блоки и там вредительствовал. То есть это все окей. Более того, для нас как бы безопасность была очень основным таким вопросом, как ее сделать. Потому что ну, как бы случайные люди, когда ты объявляешь вот так, приходите все, то есть мы вас любим открытые, то есть туда могут попадать достаточно неадекватные люди. И у нас была такая, у нас был отдельный человек, который отслеживал вот эту неадекватность и просто банил этих людей. Плюс была система двухфакторной такой идентификации. То есть родители обязательно должны были зарегистрироваться и ребенок зарегистрировался. И второй еще вопрос был, как выстроить... А как оценивать неадекватность? То есть это просто ну, какая-то прям явная неадекватность там. Явная неадекватность. Не цензурная лексика и какие-то там, да? А, ну понятно. То есть это просто грубость и какое-то высказывание. Да, да. Ну, сначала там пишется напрямую этому ребенку, но если он не это самое, то есть просто банится. Вот. И отдельная коммуникация была с родителями. Это тоже... Поскольку родители не понимали, что происходит, да? То есть надо было много разъяснительной такой работы. То есть ребенок сидит возле компьютера, вроде ему интересно, да? Ну, что там происходит? То есть надо было это... И родители надо было подключать. Вот. Из студий, которые хорошо заходили, это вот студия кулинарии, например. Вот смотрите, там пиццу в один день готовили. Это популярно было очень. Брауни, шарлотка. Ну, и вы видите, какие разные там варианты блюд. Да, было очень вкусно. Очень хорошо заходила для девчонок студия моды и стиля. Началось все с того, что попросили принести себе мамы на косметички. Они с удовольствием их разложили, сфотографировали и потом начали творить. И там была косметика, гардероб, макияж накладывался, собственный стиль создания под настроение. То есть это, по сути дела, игра. Сама студия проходила таким образом, что мастер устраивал общение, рассказывал немножко, ну, какие-то вводные давал, о себе рассказывал. То есть все идет, на самом деле, через личность мастера. Чем более, скажем так, естественней, харизматичней мастер, чем более он увлечен, тем больше ему рассказывает. Детей не надо учить. А какое соотношение вот количество мастеров и количество детей? Вот ты говоришь, у вас было... У нас на одного мастера приходилось где-то 12-16 детей. И справлялись, да? Да, 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 справлялись. Вот как бы на это количество справлялись. Оптимально, когда 8, там индивидуально. На некоторых студиях была плохая связь у мастера, то есть и она писала текстовые инструкции. А как быть, если одна студия, например, сильно более популярна, чем другие? Вот вы, допустим, заявили студию, у вас тут у одного мастера два человека, а кому-то притащилось 30. Это для нас обратная связь, то есть мы знаем, что на следующий день надо что-то изменить в студии. Ну, то есть это просто... Это быстрая обратная связь. Быстрая обратная. Вот. Очень интересная вот эта студия как раз опыты на кухне, да? То есть там были проблемы со связью, и поэтому они делали опыты с разной плотностью воды, оптические иллюзии, таумотропы. Это вот такой вот, видите, стаканчик цветной, да? Лепили вулканы, выращивали кристаллы, и эта студия происходила практически без визуального контакта, да? То есть это по переписке. И дети часто заходили на эту студию и выполняли, потом уже досылали свои работы в процессе, ну, то есть вечером когда-то, на следующий день досылали. Ну, это такой формат челленджа получается, да? Если это текстовая инструкция, то есть ты заходишь, смотришь, ага, вот тут уже сделали три вулкана, я еще тоже сделаю свой и пришлю, и прикольно. Да, и вот ты спрашивала, что мотивирует, да? То есть ребенка вдохновляет, он увидел, о, классно, я это попробую. И, ну, как бы, на самом деле деятельность продуктивная, она вовлекает, затягивает. То есть основная задача у нас была, основной признак студии, это то, что ты к вечеру должен получить какой-то материальный продукт, да? То есть какой-то результат, которым ты можешь... Да, я пока вижу с макияжем, да, с опытами, с кухней, это в основном все-таки индивидуальная работа. А мне очень интересно, и я вижу, есть об этом тоже вопросы, как формат групповой работы. То есть вот в Майнкрафте там есть групповая работа, да, когда должны были проработать вместе проект, как-то вместе его строить, школу мечты, да? И там были сложности. Вот, а есть какой-то пример групповой работы, которая прям классно зашла, и, ну вот... Классно зашла, и у нас были вечерние программы, которые организовывались самими детьми. То есть дети выступали с инициативой, о, давайте сделаем вечером там просмотр фильма, например, обсуждение последующее, дискуссионный клуб, вытаскивалась какая-то сложная тема, да, то есть обсуждалась, была игра в мафию. В Телеграме, оказывается, можно играть в мафию, и там просто собиралась банда такая, там, человек 12, да, то есть они рубились в мафию через Телеграм. Была игра в монополию. В Телеграме Текстово они рубились. Ну там не Текстово, там звуковые эти самые пересылают. А голосовыми сообщениями. Да, ну там есть и текстовая часть, и голосовые сообщения, то есть там можно как бы очень эмоционально остановить, там высокий уровень напряжения, то есть это то, что хорошо заходило. Была идея встречать рассвет, то есть целую ночь сидеть, общаться, потом встречать рассвет, ну она не поддержала, не нашла там достаточного подкрепления, поэтому, то есть мы шли на самом деле за идеями детьми, те идеи, которые получали большую поддержку, то есть просто мастер помогал детям организовать вот эту групповую работу. Что можно сказать про мотивацию, я хочу сказать. Вот, значит, четыре вида мотивации. То, что мы разработали, то, что заходило. Первое, это личный интерес. Каждый ребенок может найти свой личный интерес. При этом точно были дети, которые там походили, посмотрели, сказали скучно и ушли. И мы ничего, к сожалению, с ними сделать не можем, потому что, ну это их выбор, ребенок не готов. Но было очень много детей, для которых это был такой вот сильный вызов, восторг, открытие, поскольку мы, ну дети со всей Украины были, они постоянно знакомились, кто откуда, как. И вторая была такая энергетичная очень тема, это бадди. То есть бадди, это приятель, друг, наставник, которого ты выбираешь на один день, для того, чтобы вместе с ним, как правило, это человек из группы, и ты вместе с ним выполняешь, ты общаешься, как бы обсуждаешь свою работу. То есть такого, чтобы вся группа одновременно работала над единой целью, это сложно было организовать. Но когда два человека работают в какой-то связке, это было хорошо. А, кстати, студия кулинарии, она проходила в прямом эфире, то есть дети готовили вместе с мастером, то есть это была прямая трансляция, они тут же задавали вопросы, тут же показывали, что у них там происходит, то есть получали обратную связь. То есть это было такое дистанционное управление. Вот. И третья составляющая, это мастер. То есть на самом деле дети очень привязываются к мастеру, мастер является для них таким авторитетом, и многие дети ходили по студиям не из-за того, что им была тема, чем это так привлекало, потому что они познакомились уже с мастером, и с этим мастером интересно, весело и дружно быть. И вот эта связь со взрослым, мне кажется, это ключевой фактор современного онлайн-обучения. Пока ребенок не привязан ко взрослому, к своему учителю, он не будет учиться. Ну, то есть нету вот таких отношений обмена, принятия, поддержки, да, то есть и все это разрушается, ну, механически с экраном ребенок не учится. И в этом, поэтому у меня большой скепсис, когда начинается организация там в школы, организует такое обучение, и не установив предварительного такого контакта душевного с ребенком. Ну, тут есть разные подходы, потому что многие очень критикуют такой очень плотный контакт с учителем, то есть я как девочка-отличница с великолепными учителями, которых я до сих пор обожаю и очень плотно с ними общаюсь, есть такой момент, что очень, когда ты что-то делаешь, тебе очень важно, чтобы кто-то видел эти результаты, и мне, например, тяжело сделать... А сын его подвижен, да, да, вот есть люди, которые абсолютно не зависят от чужого мнения, и я знаю таких счастливых людей, они делают только исходя из личного интереса, и делают им совершенно все равно, узнает об этом вообще кто-нибудь увидит это, но это своего рода тоже счастье, то есть тут, наверное, тоже надо не переборщить, я за, конечно, классные контакты, это ты сейчас говоришь про взрослых, у детей не так, то есть им важна эта оценка, важна поддержка, как я узнаю, какой я, только из того, как окружающие ко мне относятся, тогда что они мне говорят... Ну, это немножко тогда будет зависимость от мнения окружающих людей. Да ребенка, ну, дети зависимы, нам что, надо прятать? Так и взрослые зависимы, мне кажется, это зависит от темперамента, но есть и дети, которые сильно меньше зависят от мнения окружающих. Я очень большой сторонник теории привязанности, которая говорит, что зависимость – это хорошо, то есть определенные, ну, зависимость – это определенные отношения, в которых есть человек, который о тебе заботится и человек, который принимает заботу. Если ребенок не принимает заботу о себе, его ничему не научишь. И вот это часто попадают дети, которым никто не нужен, то есть они самодостаточны. И ты не можешь его ничему научить, потому что он, как бы он говорит, а мне это не надо, все. Да, и что, ну, наверное, мы не будем углубляться в теорию привязанности, потому что у нас осталось только 10 минут, а я бы очень хотела озвучить вопросы. Я сейчас еще хочу сказать про четвертый важный элемент Таланткоин. Таланткоин – это электронная оплата твоего таланта. Таланткоин давался за любое продуктивное действие. И для некоторых детей это было важно, то есть зарабатывать, особенно для малышей, очень важно. Они не понимали, зачем, как они это будут тратить, но они были очень увлечены зарабатыванием этих Таланткоинов. у нас есть такие мальчишки, девчонки, которые там посещали сразу три студии, то есть бегали между студиями для того, чтобы везде успеть, для того, чтобы побольше поучаствовать, побольше создать вот такого. И мне кажется, вот это стремление к продуктивности, голод по продуктивности, это сейчас особенность наших детей, которые вот сидят, скучают, тоскуют, то есть им хочется что-то сделать, что-то причинить какую-то пользу, то есть быть полезным, быть значимым, быть увиденным. И вот эта тема для обсуждения, то, что ты задавала вопрос, то есть о чем вообще в семье говорить? Говорить о том, что нас воодушевляет, что нас поддерживает. Здесь еще одна тема, которую мы поднимали в этом лагере, это тема карантин стресса. То есть для детей это совершенно новая ситуация. Мы взрослые, ее тяжело переживаем. Вот эта неопределенность, разорванность, будущее, непонятно, что будет, то есть тревога. У детей это еще на большем уровне. Но поскольку, как правило, в семьях поставлен запрет на негативные такие обсуждения, то есть они не обсуждают, но дети все равно находятся в этом пространстве. И вот это то, что создает такой невроз, невысказанный, про это надо проговаривать. И одно из направлений было проговаривание про опыт, про переживание, про то, что происходит с ребенком. Ну вот, допустим, чтобы ответить окончательно на этот вопрос, вот представим себе ситуацию, что, ну не знаю, в Зуме, созваниваются там двоюродные братья, сестры, там 3-5 детей, и вот им не о чем говорить. Я так понимаю, что этот вопрос как раз звучал вот одной из слушательниц наших зрителей. Просто с чего начать? То есть понятно, что потом все закрутится, но какую-то тему, вот зацепки, какие-то идеи возникают у тебя в голове сразу с ходом? У нас были две девчонки, которые, ну вот я тоже видел, они играли в куклы, маленькие девчонки, играли в куклы через скайп. То есть они включили, разложили эти куклы, и вот таким образом играли. Они преодолевали. То есть общение, как правило, строится вокруг какой-то деятельности. То есть нам нужна какая-то совместная деятельность, совместная тема для того, чтобы общаться. Можно взять, например, те же темы ваших студий, готовка, Майнкрафт, то есть в принципе сама идея, общение вокруг дела. Да, да, задайте вообще вопрос. Поговорите с ребенком, не требуйте от него только в школе учиться, поговорите, а что ему интересно, чем бы хотелось заняться, что его вдохновляет, на что он обращает внимание. Составьте с ним какой-то график, где будет распределено структурированное его время, где будут введены определенные ритуалы и определенные рутины. То есть то, что переключение, это все, это то, чему надо научить. Мы сами этого не умеем делать. Это даже те люди, которые там фрилансеры, которые часто работают из дому, да, то есть, но сейчас ситуация такая, что надо эти навыки ставить, да, воспитывать в себе. Я хотел, вот у нас еще немножко времени осталось, я хотел еще рассказать о том, что дальше мы собираемся делать. Вот у нас очень интересный этот опыт, очень такой ценный. А потом ты оставишь чуть-чуть времени на вопрос, потому что здесь прямо много написали, я очень хочу тебя озвучить. Расскажи, пожалуйста, про планы и возможности, но я хочу сказать, что много в комментариях комплиментов вам, какие вы молодцы, как вы быстро, оперативно собрались и люди, которые относились достаточно скептично к идее онлайн-лагеря, теперь поменяли свое мнение благодаря тебе. И расскажи, пожалуйста, какие есть опции подключиться к вам. Ну, первое, приходите к нам в онлайн-лагерь. Первое, нам нельзя как бы превращать все время ребенка в учение, то есть надо, чтобы он где-то общался. Поэтому, если обычно школа заканчивалась в 15.00 и он как бы мог как-то распоряжаться своим временем, то сейчас школа не заканчивается никогда. Школу надо закончить, то есть надо усилия воли сказать, то есть ты учишься ровно столько, неважно, выполнил ты или не выполнил задание, то есть не перетрудить ребенка. Кроме того, суббота-воскресенье это то время, когда ребенок должен заниматься принципиально другим действием, не учебой. Вот там должно быть общение. И вот мы делаем такие, на субботу-воскресенье мы делаем такие мини-лагерь, мини-мукэмп, который позволяет, формат я рассказал, как это делать. Кроме того, мы понимаем, что детям надо помогать. То есть после школы с 15.00 мы предлагаем такие свободные студии. Дети могут прийти и выбрать себе ТикТок, видеоблогинг, кулинария, мода, стиль и заниматься, найти. Мы, как сначала, мы создаем образовательную платформу Мира Школ, на котором есть свободные студии, где дети могут в режиме лагеря находиться, там, где есть интенсивное общение, где они могут находить новых друзей, открывать себя с новой стороны. Ну, и это очень полезно для детей. Есть образовательные курсы, они являются как бы внешкольными, послешкольными. Мы назвали это фитнес-предметы. Фитнес-математика, фитнес-английский, фитнес-украинский. То есть это те предметы, которые проходятся в другом формате. То есть когда мы выковыриваем из булочки изюм, то есть берем самое вкусное, рассматриваем. Это в первую очередь работа с мотивацией ребенка, чтобы позволить ему сохранять вот эту энергию познавательную, энергию действия, а не просто быть каким-то пыльным книжным шкафом, куда складывается знание. Очень важно это то, что дети подсказали. Это домашка, коворкинг-домашка. Когда дети собираются, шестой класс собирается вместе, пятый класс, и они общаются по поводу домашних заданий, по поводу того, кто как делает, то есть что там задают, как, ну, короче, есть среда общения, где они могут обсуждать интересные ресурсы, разбор домашек, там много поддержки, туда можно пригласить профессионального репетитора, который может помочь разобраться в определенных вопросах, в определенных проблемах. и тьюторинг. Тьюторинг – это индивидуальное сопровождение. Многим детям нужно помочь сформулировать их цели образовательные, куда двигаться, вот этот маршрут, и должен быть такой мониторинг, да, то есть человек, который там один раз в день тебе звонит и спрашивает, ну, как у тебя дела, что ты сегодня сделал, какие успехи, при этом не корить тебе, если что-то ты не сделал, то есть разбирается с тобой, а что помешало, как это можно сделать, то есть человек, который специалист по образованию, который может дать инструменты ребенку для того, чтобы справляться с тем состоянием, которое у него сейчас есть. И как нас можно найти, я тоже сброшу тогда в... Да, пожалуйста, смотри, у нас явно заканчивается время, мы вряд ли сможем ответить на все вопросы, если у тебя будет возможность ответить на вопросы текстом, то есть комментарии под сегодняшним эфиром, плюс если ты можешь выложить презентацию и дать контакты, как найти вас, как с вами связаться, это будет супер, и мы будем очень благодарны тебе. Также мы предлагаем другим участникам эфира, зрителям, делиться своим мнением в комментариях, вы можете отвечать на вопросы те, которые остались сейчас без ответов. Мне кажется... А можно я еще небольшой опрос сделаю, те люди, которые слушают сейчас в Фейсбуке, есть люди, которые... Ну, просто родители, есть люди, которые там в школе преподают либо там организовывают школу, есть лагеря. Давайте тех родителей просто поставьте возраст ваших детей, ну, чтобы мы понимали, с кем мы общались, то есть возраст детей. Школа поставьте плюсы, а лагерь поставьте восклицательный знак. Хорошо, у нас будет такой прям опрос аудитории, но я хочу сказать, что в прямом эфире у нас не очень много слушателей, у нас сейчас 25 человек смотрят, видела там до 30 было, а после в записи нас посмотрят многие, и мы просим страниц партнеров, ну, страниц партнеров делиться, да, и в частности Му Кэмп тоже является нашим партнером и помогает нам в организации фестиваля, поэтому вы как бы тоже поделитесь этим видео на страницах вашего лагеря, и думаю, что будут многие люди, которые посмотрят это видео в записи и увидят много полезного и важного в нем. Первое, что делают дети, когда знакомятся, они показывают своих домашних животных. Вот, вот это мой кот, Ричард его зовут. Привет, Ричард. Моя собака на улице, поэтому я не буду этого делать сейчас, позвольте. Две улитки вас устроят. Хочу, у нас завершается эфир, я хочу очень поблагодарить, Женя, тебя за то, что ты очень структурированно дал ответы на вопросы, которые перед вашей командой возникли, на то, что вы пропустили все это через себя, подсуммировали свой опыт, и мне очень нравится, как вы четко, структурно все это представляете. В образовании всегда есть разные течения, есть люди, которые с чем-то согласны, с чем-то не согласны, и это полностью окей, и наш фестиваль как раз призван показать, какие есть разные опции, разные пути, и чтобы вы выбирали осознанно свой собственный, поэтому мы поддерживаем любое общение и любое распространение информации о методах и путях альтернативного образования, в частности, вот онлайн-лагерь, абсолютно новый формат. Спасибо большое, Женя, на этом мы сегодня с тобой прощаемся. Всем добра и здоровья. Спасибо. И тебе тоже. У меня еще несколько таких организационных сообщений. Первое, это то, что в конце недели мы будем переезжать в другое событие. Пожалуйста, если вы хотите продолжать смотреть наши эфиры, я очень надеюсь, что вы хотите продолжать смотреть наши эфиры, потому что вы подготовили совершенно прекрасную программу, договорились с удивительными спикерами, с главой международной ассоциации хомскулеров из Канады, с ворлдскулерами, которые путешествуют по всему миру со своими детьми и считают это школой жизни такой. То есть, есть очень много интересных спикеров на следующую и через неделю, поэтому не забудьте с нами переехать в следующее наше событие, оно будет называться Вильнюс Вита 2.0. Мы вынуждены сделать этот переезд, потому что Facebook ограничивает срок события двумя неделями. Завтра вы услышите замечательного психолога Ксению Асачу, она будет говорить с нами о том, это просто, ну, знаете, хороший психолог это человек, с которым просто становится рядом хорошо. Вот Ксения это именно тот случай, даже если вы профессионал в психологии и все знаете и вас нечему учить, просто побыть рядом с ней это всегда целительно и всегда большое удовольствие. Поэтому завтра в 6 вечера вас ждет Ксения Асача в нашем эфире и напомню о том, что мы сделали пост, под которым мы ждем ваших вопросов, то есть, что вы хотите, чтобы мы, какие вопросы, чтобы мы задавали спикерам, что еще вас интересует, волнует, что болит, чем вы хотите поделиться, пожалуйста, пишите нам в комментах, всех обнимаем, на этом все на сегодня и встретимся завтра. С вами будет Наташа Зайцева и Ксения Асача. Прощаюсь. Спасибо. 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 Спасибо.